Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов открыл очередное заседание Попечительского Совета Казанского Федерального Университета. Перед началом мероприятия глава Республики посетил обновленный медицинский кластер КФУ и убедился о готовности завершения основного этапа строительных работ в зданиях кластера. Время визита было выбрано не случайно. Отделочные работы медицинских учреждений уже на этапе завершения. Также к финальной стадии подошли установка и наладка оборудования. Президент Татарстана весьма положительно оценил столь масштабную интеграцию. Очень нас впечатляет та работа, которая идется по медицинскому кластеру. Я думаю, в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицины. В завершении своего выступления Рустам Миниханов передал право введения заседания Совета ректору КФУ Ильшату Гафурову. Ректор отметил, что Казанский университет не останавливается на достигнутом, а наоборот готов приложить еще больше внушительных усилий для попадания в топ лучших вузов мира. Все вышесказанное отлично подтверждает разработанный ряд научных прорывов, которые претендуют не только отвечать глобальным вызовам, но и решить задачи, имеющие практическое значение для региона и страны. Разработанная нашими учеными технология позволит установить характер распределения нефти на этих территориях и обнаружить перспективные места, где нужно будет проводить основную разведку и добычу черного золота. Стоит отметить, что приоритетные направления вуза, его стратегические единицы и научные прорывы были выбраны тоже не случайно. Прежде всего, они дают ответ на различные по своему масштабу вызовы, которые сегодня существуют в мире. В частности, у Татарстана есть нерешенная проблема, связанная с отсутствием региона в глобальных рейтингах по науке и образованию. Вхождение Казанского федерального в рейтинг КОЭС является не только решением этого вопроса, но и важным фактором, способствующим привлечению в Казань студентов со всего мира. В прошлом году на базе этих приоритетов были созданы так называемые стратегические академические единицы, которые вобрали в себя не только научные исследования, но и были направлены на разработку новейших образовательных программ по данным направлениям. Сегодня в мире говорят об университетах 3.0. Речь идет о новой концепции развития университетов, которая сильно отличается от традиционных представлений. Концепцию университет 3.0 предполагает создание на базе вузов интегрированной предпринимательской экосистемы, в которой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. В связи с этим Казанский федеральный университет подписал целый ряд партнерских соглашений с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, акционерными обществами Агросила, Фином, техпроект-сервис и Казанским моторостроительным производством. Участники мероприятия убеждены, что такое сотрудничество даст старт успешным совместным научно-образовательным проектам и послужит развитию университета на благо жителей республики. Аделья Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс.